Привет, друзья! Я думаю, каждый из вас смотрел такую популярную художественную картину, как «Операция И» и другие приключения Шурика. Речь сегодня пойдёт именно о «Операции И». Так вот, в данном отрывке популярная троица Никулин, Витцин и Маргунов ездили на необычное чудо-машине. Что же это был за автомобиль? На этой машине в фильме Леонида Гайдая разъезжали трус, балбес и бывалый. После показа картины автомобиль, который по сути являлся мотоколяской, получил народное прозвище «Маргуновка». Управлял транспортным средством бывалый Евгений Маргунов. Всего было изготовлено около 200 тысяч таких автомобилей. Заводское наименование авто являлось SMZ S3A. Представлял собой двухместное четырёхколёсное моторизированное средство передвижения, серийно выпускавшееся Серпуховским мотоциклетным заводом. Годы выпуска 1958 и 1970 года. Силовым агрегатом автомобиля являлся мотоциклетный двигатель Иш-49, мощностью 8 лошадиных сил. Являясь по большому счёту мотоколяской для инвалидов, S3A не предназначался для длительных поездок и при дефиците обычных автомобилей был оснащён некоторыми функциями двухместной машины. Вполне пригодное для непродолжительных путешествий по дорогам общего пользования. Вынужденный сплав технологий привёл к тому, что S3A получил также название моторизированный протез. Инвалидное кресло с двигателем S3A было весьма тяжёлым – 425 кг в полной комплектации, а также трудоёмким и дорогим в изготовлении. Основой машины являлся цельнометаллический кузов с мощной рамой из стальных труб. Мини-автомобиль обладал посредственной динамикой по современным меркам, разгоняясь на максимуме до 60 км в час и низкой проходимостью ввиду своих небольших колёс и слабого мотора. Механическая задняя тормозная система относится к барабанному типу. Так а почему же данный автомобиль в народе прозвали «Маргуновка»? После того, как состоялась премьера картины «Операция И» и другие приключения Шурика, зрители обратили внимание на необычный автомобильный бренд. Появившийся в фильме автомобиль получил название «Маргуновка» в честь известного актёра Евгения Маргунова, чей герой и являлся собственником этого удивительного аппарата. А на этом всё, друзья, пока!